Не только библиотеку. Там тоже баня, как в том анекдоте. Баня через дорогу, раздевалка. Зимой нет горячей, это и в русский, и в П-16. Вы что, шутите? Я не знаю, какие рекомендации, но я ищу сертификат. В русский, в П-7, в общей сложности я провела год. Все остальное время я накобила, сейчас я найду этот сертификат. Значит, просто если бы у адвоката была возможность навестить меня в пенитенциале в 13-м, мы бы сделали выборку. Это нужно, это не нужно, это нужно, это не нужно. Если надо, ей будет такая консультация, я сделаю выборку и пакет. Но обратите внимание, вот здесь нет ни одного документа, который не имеет отношения к вы. Ни одного. Вот обратите внимание, ваше честь, поднимите глаза. Просто, конечно, кто это будет читать, смой свой-то туда подключать, если никто в это не углубится и читать это не будет. Но изучить, пожалуйста. Я доверяю судьбу, я могу оставить на изучение все материалы, как они будут. Это как решить суд. Там нет никаких условий. Если в пенитенциале 13-й еще как-то пинают, они что-то делают, занимаются, то русская, приезжает комиссия, проводит строго по прямой траектории, ни шаг вправо, ни шаг влево. Вот, посмотрите, тут у нас концерт, тут у нас спортзал, тут у нас библиотека, только не смотрите, какая у нас литература. В столовую заходят несчастные женщины, запуганные, зашуганные. Мы всем довольны? Да, мы всем довольны, потому что комиссия уедет, они останутся. Аэропортами прессуют так, что невозможно. Причем это не только мое мнение. Те, которые, извините, вышли из русских и могут себе позволить, они ничего другого не говорят, они не стесняются выражения. То есть люди выходят в социальные фейсы. Другое дело, что на это не обращает никто внимания и не третит. Вот ту русскую вот так вот, чтобы вылетела в тёмную. Показали недавно, это в СМИ, как они с этим браслетом на ногах, в браслете полкило, женщины выходят в поле, убирают там непонятно что. Что происходит, господа? Ну сейчас русского ставим в покое. Мы говорим, что коль скоро, пока нет возможности людей садят как надо. Делайте амнистию, рассматривайте амнистию. Вот у меня подано заявление о амнистии, его точно так же откладывают, как у условия содержания. Значит, вот у меня маленький прагмент того, какие суды ожидаются. И точно так же амнистия откладывается, дело против анифеста и трава откладывается. Вы что думаете, по РУ, по П-16, дело в судах находится третий год. Сейчас, если не рассмотрим БСП, чей отправят, я как раз не поборю с того, чтобы это выносить куда-то на международный уровень. Вот, пожалуйста, для ознакомления. Покажите, пожалуйста, судей, сколько у меня. Ну, руку судей, афермацев не разбудили, что вы здесь не догадывали, что вы здесь не догадывали. Не вопрос, да. Я к чему? Два слова. Не имеет оснований П-13 ни на какие замечания. Они должны просто как-то где-то с уважением к созданию людей. Я не жесткий человек. Вот сидит представитель пенитенциала 13-го. Я все время агитирую за мир, дрожьбу, за решением проблем в руке своего коллектива. Таргумно, Думитру. Ну, скажите правду. Нет, не следует, что внутри. Распомсори, киже, 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 киже. Спасибо. 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 Время, 30 сентября 2019, в которой я позиционал компетенция Ручеслава, которая кауза на улице, говорила, что это время. Распортный токмит, в органе, артикул 46, конечный тренинг, в течение года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok